Всем привет, с вами Дмитрий Криценко и в сегодняшнем видео я снова хочу показать вам ловушки в дебюте, в данном случае это будет шотландский гамбит, который возникает после ходов e4, e5, конь f3, конь c6, d4, ed и вот здесь вместо объективно самого сильного хода конь d4, который сводит игру в шотландскую партию, у белых есть и альтернативы, в частности солнце 4, это шотландский гамбит. Идея данного хода состоит в том, что белые ценой жертвы пешки хотят получить лучшее развитие, то есть да, в ряде вариантов эта пешка конечно же и отыгрывается, но тем не менее все-таки первоочередная идея белых это именно создать какие-то конкретные проблемы для черных, прежде всего для их короля. В этой позиции у черных довольно большой выбор, главный ход это конь f6, однако другие ходы тоже вполне возможны, в частности ход d6, который черные сделали в той партии, которую я сейчас показываю. Итак d6, ну и здесь белые снова могли вернуться к идее конь d4, то есть объективно этот ход снова самый сильный в данной позиции. Идея такая, что мы получаем по сути лучший рядах с шотландской партией из-за белых, потому что у черных нету хода слон c5. Есть ход конь f6, однако после конь f6 и конь c3, опять-таки нет ни слон c5, ни слон b4 у черных, то есть ходом d6 они уже лишили себя такой возможности. То есть получается все-таки позиция, где у белых пусть и небольшой, но довольно стабильный перевес по дебюту. Однако, в общем-то, белые решили идти на принцип и все-таки пожертвовали эту пешку, то есть сыграли c3. То есть они не отыгрывают пешку на поле d4, а в общем-то остаются без пешки. Опять-таки, черные не обязаны вестись на все эти провокации, можно было сыграть просто конь f6, однако ход dc, который они сделали, тоже вполне возможный. То есть ход принципиальный и, в общем-то, довольно неплохой. Итак, dc, конь c3, ну вот здесь был довольно важный момент в этой партии. В этой ситуации самый сильный ход за черных это ход конь f6, то есть все-таки пора уже вводить своего королевского коня, то есть идея довольно простая. Черные просто готовы сыграть слон е7 и рокировка. Если они все это успеют сделать в нормальной редакции, то есть, допустим, после рокировки белых как раз-таки последует слон е7, далее рокировка и у черных, в принципе, объективно говоря, будет просто лишняя пешка с минимальной компенсацией со стороны белых. Поэтому белые обязаны играть как-то, опять-таки, агрессивно и конкретно. Здесь самый сильный ход это ферзь b3. Итак, белые играют ферзь b3, нападают на пешку f7, отдавать ее черные не могут, поэтому ферзь d7. В этой позиции самый сильный ход, ну и далее конь g5, то есть белые стараются каждым ходом создавать какие-то проблемы для черных. Опять-таки, ход конь e5 за черных здесь просто единственный и слон b5, то есть уходим из-под размена и нападаем на черного ферзя. Ну, понятное дело, что ферзь здесь не теряется, у черных есть простой ход c6, но опять-таки, белые продолжают свою стратегию, то есть, каждым ходом нападать на фигуру или как минимум пешку соперника. И здесь они играют f4. f4, то есть конь под боем, нужно здесь черным убирать коня, самый сильный ход это конь e4, ну тогда слон e2. То есть слон тоже уходит из-под боя, ну и здесь возникает позиция, где по-прежнему у черных нижняя пешка, однако все-таки у белых остается хорошая компенсация, то есть все-таки фигуры белых гораздо более активны. Плюс ко всему у черных до сих пор проблемы с рокировкой, то есть сейчас, допустим, ход слон e7 просто невозможен из-за того, что тогда будет подвисать пешка на поле f7. То есть, опять-таки, позиция, вот как любят говоря, динамического равновесия, то есть где, в общем-то, у белых не хватает пешки, однако при этом у белых же в то же время есть и довольно активные фигуры, которые, конечно же, создают проблемы для соперника. То есть все это был главный вариант, однако всего это в партии не встретилось. И в этой позиции вместо хода кони f6, объективно самого сильного, черных сыграли слон g4. Итак, слон g4, ну и вот здесь снова за белых нужно было сыграть ферзь b3. По крайней мере, данный ход советует компьютер, однако ход на самом деле не такой уж и очевидный, то есть так сыграть, может быть, и нужно было, но давайте разберем, что же могло быть дальше. Итак, ферзь b3. Идея довольно проста, это двойной удар на пешку b7 и на пешку f7, однако снова у черных есть ход ферзь d7. В этой позиции, конечно, можно сыграть просто ферзь b7, но у белых есть еще одна симпатичная тактика, то есть объективно, возможно, тоже не самая сильная, но вариант довольно красивый. Когда слон f7, ну и после ферзи f7, ферзь b7, то есть это была временная жертва фигура, потому что теперь у черных вестит кроме ладьи на а8 еще и конь c6, да еще и с шахом. Ну и здесь вот, как ни странно, черным сильнее всего отдать ладью. Опять-таки, вариант такой вот немножко компьютерный, но тем не менее, в общем-то, как мне кажется, интересный. Итак, король d7, лучший ход за черных, здесь уже белые обязаны бить ладью, иначе они просто остаются без материала. Но тогда после слона f3, gf и ферзи f3 получается позиция, где у черных, конечно, не хватает качества, однако у них довольно активные фигуры, прежде всего ферзь и в будущем конь c6, который может пойти на b4, либо на d4, создавая уже серьезные угрозы для белого короля. То есть тут, опять-таки, позиция неясная, все-таки у белых есть материальный перевес, но тем не менее, от них требуется очень аккуратная игра, чтобы даже не проиграть в этой позиции. В общем, все это было вполне возможно, но белые решили, что лучше с этим всем не связываться, и после слона g4 сыграли короткая рокировка. В этой позиции, на самом деле, у черных пока был полный порядок, то есть у них остается лишняя пешка, и каких-то конкретных угроз, в общем-то, не видно со стороны белых, и стола сыграть просто ферзи d7. То есть банальная идея, защищается пешка на поле f7, защищается слон на поле g4, ну и далее у черных есть выбор из двух принципиально разных предложений, это либо конь f6, слон e7, короткая рокировка, ну либо, допустим, слон e7, потом конь f6, короткая рокировка, там уже нужно думать, как сильнее. Ну и принципиально другой, в общем-то, возможный план, это уход в длинную рокировку, и тоже такой вариант вполне возможен был за черных. Однако всего этого не было, и ферзи d7, черные так и не сыграли, ну а зря, в общем-то, они это не сделали, они походили конь e5. Вот это уже первая серьезная ошибка, и как часто бывает, первая ошибка становится, по сути, уже просто фатальной. Вот здесь я тоже предлагаю вам поставить видео на паузу, ну и найти самый сильный ход за белых, после которого они остаются минимум с лишней фигурой. Ну что ж, надеюсь, что все это сделали, самый сильный ход за белых, это вот такая типичная комбинация, как и для подобных позиций, это ход конь e5. То есть жертва ферзя, однако в этой ситуации все-таки ферзя бить черным уже довольно плохо. То есть здесь самый сильный объективный сыграть d7, но тогда после ферзи 4 у белых просто лишняя фигура, и объективная позиция абсолютно просто выигранная. Если же сыграть не все-таки dE, а слон d1, тогда у черных еще большая проблема, потому что следует такой типичный мат, то есть который впервые встретился в партии легалия. То есть даже называется данная комбинация, это мат легалия. То есть он f7, король e7 и конь d5 мат. Ну что ж, такой симпатичный мат, опять-таки он стал возможен после того, как черные допустили грубую ошибку, но тем не менее, опять-таки, тут важно понимать, что ваши соперники, особенно если они не очень сильные, вполне могут ошибаться даже еще более серьезным образом и проигрывать, в общем-то, тоже ходов в 10, либо даже при случае еще и быстрее, если, опять-таки, очень сильно ошибутся. Ну что ж, мы переходим ко второй партии в шотландском гамбите, и давайте рассмотрим еще одно продолжение, которое возможно за черных в данном дебюте. Итак, e4, e5, конь f3, конь c6, d4, ed, и вот здесь опять-таки вместо конь d4 и шотландской партии белая срока и солнце 4. Ну и черные решили пойти сразу на принцип, то есть срока и солнце b4. Идея хода довольно простая, то есть черные как бы сразу фиксируют свой материальный перевес, то есть по сути вынуждают белых пожертвовать пешку ходом c3. Теперь уже белые реально остаются без пешки, однако у них шикарная компенсация за эту пешку. Ну что ж, черные играют dc, понятное дело, что в этом была идея хода солнце 4. И вот здесь, как ни странно, в теории есть даже целых три варианта, то есть первый это ход bc, который встретился в данной партии, второй это ход конь c3, тоже вполне возможное решение. Ну и третий ход это просто короткая рокировка, то есть белые готовы даже при случае дать пешку на поле b2, однако там уже перевес развития у белых будет просто фантастическим, ну и там в общем-то уже у черных довольно большие проблемы. То есть ход cb конечно в общем-то возможен, но позиция черных вызывает огромные вопросы, и там действительно можно проиграть буквально там ходов в 5, потому что в общем-то очевидно, что черные в общем-то не продумали про своего короля, и он остался в центре, причем по виду надолго. Ну что ж, всего этого не было, ни конь c3, ни рокировки, белые срегали bc, то есть ход по виду самый логичный, потому что белые съедают пешку с темпом, нападая на основной b4. Итак, в этой позиции самое простое, так как часто и бывает, уход из-под боя, то есть 100 на 5. То есть в общем-то повторюсь, что шахматы это простая игра, на тебя напали нужно уйти. То есть все-таки чаще всего именно защита, это лучшая защита, как бы это автологично не звучало, то есть иногда контратака конечно лучшее средство, и так даже говорят, что нападение это лучшая защита, либо защита лучшее нападение, есть даже такое я слышал, но тем не менее все-таки объективно иногда если напали на вашу фигуру, нужно ей просто уйти. И здесь 100 на 5 был самый сильный ход. Черные же сыграли ферзи в 6, то есть идея хода ферзи в 6 конечно же понятна, что после цб будет ферзи в 1, но понятное дело, что белые не обязаны собирать сразу же слона, и они просто ходят в рокировку, оставляя за собой идею взятия на поле b4 уже в будущем. Ну вот здесь позиция у черных уже довольно сомнительная, то есть после хода слон до 6, самого сильного этой позиции, в общем-то дела у черных еще не так уж плохи, но однако все равно у белых был перевес. Черные же пошли снова на принципиальные варианты, то есть в общем-то занялись пешкоедством и сыграли слон c3. Итак, слон c3, далее последовало конь c3, ферзь c3, ферзь d5, конь d8, ну и в этой позиции самое сильное за белых было сыграть слон d2, такого в партии не было, но давайте просто покажу здесь хотя бы пару ходов. Итак, слон d2, то есть белые нападают на ферзя, ну и после по сути вынужденного хода ферзь g5, ферзь f6 вернее, слон g5, это еще одно нападение на ферзя, ну и в будущем здесь белые готовы сыграть слон d8, потом допустим съесть пешку на поле f7, и у них конечно же отличная компенсация снова за пожертвованный материал, то есть черные уже выиграли две пешки, однако радости от них пока довольно мало. В партии же белые все-таки немножко продешевили и сыграли слон g5 сразу, вот в этой позиции после хода слон g5 со стороны белых уже у черных все не так уже плохо, 100 за сыграть черным просто конь f6, ну и здесь на самом деле шансы сторон примерно равны, то есть компьютер пишет оценку около нуля, ну и на самом деле здесь очевидно то, что все-таки черные если успеют развиться, и прежде всего убрать короля в рокировку, то у них просто позиция будет с перевесом, но однако все-таки пока у белых есть темпы на, допустим, развитие, на нападение на черные фигуры, то есть поэтому здесь позиция пока довольно неясная, и в общем-то у белых по-прежнему остается инициатива и атака. Однако всего этого в партии не было, и черные ошиблись и сыграли конь е7. Конь е7, ход плохой по разным соображениям, здесь даже после простого хода слон е7 у белых был большой перевес, однако есть еще одно решение, которое в общем-то даже более стильное, чем ход слон е7, и в этой позиции тоже предлагаю вам поставить видео на паузу и найти лучший ход за белых, который выигрывает по сути сразу. Ну что ж, надеюсь, что вы данный ход тоже нашли, это такой вот по сути красивый и тихий ход ферд с5, то есть тихий ход, это ход без шахов и взятия, однако создающий очень сильные угрозы. Здесь у белых целых две угрозы, первая это, конечно же, мат в один ход путем ферзь е7, а вторая это слон е7, то есть выигрыш ферзя слон е7 и на короле в 7 ферзь c3. То есть самые сильные за черных сагатьев 6, но даже после хода в 6 все равно. На белых сагать слон е7 выигрывают ферзя, и понятное дело, что вместе с ферзем они выиграют в будущем и партию. Так что именно поэтому повторюсь, что действительно довольно важно играть аккуратно в дебюте, и особенно когда против вас играют гамбитные варианты, то есть жертвуют вам пешку, и тем более 2 или 3, то нужно быть очень осторожным, потому что соперник получает очень часто большое преимущество в развитии, и очень важно здесь не цепляться за материалы, побыстрее закончить свое развитие, даже допустим отдать эту выигранную пешку, но зато получить комфортную позицию, где не будет атаки на вашего короля. А также хочу вам напомнить, что у меня есть подробный обучающий курс по схожему дебюту с шотландским гамбитом, а именно по шотландской партии, то есть понятное дело, что все-таки гамбитные варианты, они почти всегда хуже, чем варианты, где мы не жертвуем пешки, так что если вас интересует шотландская партия, если хотите играть данный дебют, и в общем-то хотите знать все тонкости в данном построении, то тогда приобретайте данный курс, надеюсь, что все-таки он вам будет полезный, здесь длительность целых 6 часов 30 минут, 33 видео урока, в общем-то подробное описание есть на этой странице, ссылочку я оставлю в описании к видеоролику, поэтому кого заинтересовало, тогда заходите, смотрите, и в общем-то возможно приобретайте данный курс. Ну что ж, на этом тогда хочу с вами попрощаться, тогда спасибо за внимание, и до скорых встреч уже в новых видеороликах. Субтитры создавал DimaTorzok